приветствую всех охотников приветствую всех на своем канале сегодня выбрался на охоту можно сказать так открытие решил сегодня прогуляться посвистеть рябчика и вообще посмотреть как обстоят дела в лесу сколько листвы листвы еще конечно очень много она такая еще зеленая только-только начинает желтеть сегодня у нас был первый заморозок на улице это было минус один такая появилась изморозь сегодня решила прогуляться посвятить рябчика и вообще немножко отдохнуть мне можно сказать у нас открытие у меня сегодня открытие по рябчику я сегодня пройду где-нибудь километр 8 по дороге по тропинке и обратно вернусь на дорогу посмотрим что есть в лесу что летает что свистит погода отличная главное что нет дождя пасмурно тихо прохладненько игрался на 2 плюс 2 плюс 3 градуса лицензии у меня есть на глухарик на тетерево поэтому взял с собой карабин вдруг что где взлетит там посмотрим вот теперь одевая камеру на голову и уже идем дальше конечно листвы очень много трава вся стоит еще зеленая не очень конечно будет удобно когда столько зелени в лесу ничего не видно буду идти по дороге просвистывать рябчика потому что есть принципе его достаточно много было те годы вдоль дороги вот очень много в лесу давно был дождь на сутки поливал просто все залило это еще было более-менее сухо сейчас пойду по централки сверну в лес делу круги уже обратно по централки вернусь где-то около 8 на 40 километров как видите из предыдущего видео дтк я все-таки снял и не стал обратно ставить потому что думаю что именно ходьбе по лесу по кусочкам через деревья через чащобы дтк я думаю что он не нужен на стрельбище да в тире пострелять на пострелушках дтк конечно интересная вещь а в лесу мне кажется она будет только мешаться ну и стрелять конечно будет с ним некомфортно о том как я ставил дтк и испытывал в полевых условиях вы увидите ссылочку все вверху на экране все вверху на экране а и растут а еще вне он еще один все нормально встану по печи кубка 10 минут передыха решил немного остановиться отдохнуть такой небольшой перекурчик печаль это прошел нара часа полтора по времени и пока что-то тишина не излетел не перелетел даже рябчик не свистит не потому что что рано утром хотя наоборот рано должно быть конечно кто-то может сказать что очень мощное оружие по баровой птицы но это абсолютно не так 72 на 39 патрон прекрасно идет по баровой дичи не разбивает ни капельки очень хорошо мне очень нравится нормально идем вперед дальше тишина в лесу только птички себе что пойдем ту сторону сделаем круг всегда рябчик был куда он делся будут свистеть буду искать иду где-то часа на два с половиной три не меньше сейчас вот начинается выруб по левой стороне с такими продольными волоками а справа будет лес блин шел и справа страны вон ты березе тетерев сидел черный последний момент только сбоку увидел что сидит черная только вот скинулся включил камеру и он улетел не успел я странно даже вывод как нету конечно же лучше всего это собака товаровой птицы то лайка но у меня например нет возможности держать лайку собаку пока нет возможности в будущем конечно бы хотелось но пока нет и приходится вот так вот ходить бродить сам как собака вместо собаки вроде же ищет пиццу давно уже охота собаку завести конечно мне уже будет веселее ходить по лесу вот мишка поработал муравейник немного раскопал только конечно что у него не целиком его раздербанил кстати в этом году брусника только-только созрела он буквально только-только на чуть-чуть покраснела даже он и еще зеленые полузеленые ягоды висят она еще даже не спела время уже у нас 12 сентября очень все поздно кошмар ягоды попробую отколупать ну какая кусочек хорош я очень полезно заваривать и я возьму домой и высушу шел значит и шел фух уже потерял всякую надежду и он выскочил рябчик такой вот не крупненький попался где-то и норы метров на ра 50 я его взял ну слава богу хоть не пустой дом приду вот шел и вот такие следы лосе след очень крупный хороший здоровый он еще мишка поработал муравейчик разрыл целиком здесь тоже что-то ковырял михалыч ну иначе мишка есть ходит но это конечно наличие медведя еще одна причина ходить именно с карабином все-таки вещь понадежней чем гладко ствол он тоже раздербаненный муравейник везде вдоль дороги муравейники все разрыты сейчас пообедаю и уже буду в сторону дома меня заодно аккумулятору хожу своим карабином скс производства завода имени дегтярева зидовская я спилил бабушку под штык-нос чтобы она не мешала бы что постоянно цепляется это крепление под оптику в омзовской оптика поставил я 4 на 32 также я поставил глазки такие заказал на оптику чтобы грязь не попадала по лесу и наклеил поролон чтобы гильзы не коцали корпус оптики в принципе все больше из карбина ничего не делал и я менял еще красочное покрытие то есть я снимал заводское покрытие лак мне не понравился целиком и снимал и покрывал уже морилкой такого темно-коричневого цвета потом покрывал льняным маслом и уже пропитывал воском чтобы вода стекала в принципе все отличный карабин именно для таких походов по лесу по кустам через чащобы проходить у него он сам по себе короткий ну и конечно но самость его небольшая и ресурс у него огромный у этого карабина у ствола крепчик свистит по стороне сядем посвистим немного перелетел он еще дальше отлетел стал перелетел рябчик справа стороны налево метров 40 50 я его не вижу рябчик просто исчез даже не видел куда он ушел где он был убежал то ли пешком убежал ну что моя охота подходит к концу я уже подошел к машине сейчас буду складываться зачехляться отлично провел время в принципе нормально прогулялся посмотрел как обстоят в лесу дела взял одну рябчик и рябчик очень мало видел одного черного тетерева и в принципе это все листвы в лесу очень много все зеленые еще рановато надо ждать хороших заморозков чтобы хорошо листва начала падать и траву тоже трава тоже легла потому что трава выше моего роста местами спасибо что смотрели мое видео до конца подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик всем пока до новых встреч